Добрый день! В эфире Илья Ванг Ти Ви. У нас в гостях главный научный сотрудник Центра постсоветских исследований и меморан Александр Борисович Крылов. Добрый день, Александр Борисович. Здравствуйте. И координатор Евразийского экспертного клуба Арам Пеленович Сахарян. Добрый день, Арам Пеленович. Здравствуйте. Уважаемые эксперты, спасибо вам, что сегодня пришли в нашу студию, приняли наше приглашение. И сегодня очень много вопросов, которые беспокоят наше общество. Армения на перепутье, можно сказать. И на днях состоялась трехсторонняя встреча глав государств, состоялась в Сочи. И на ваш взгляд, какие основные результаты этой встречи? Ну, результат уже в том, что эта встреча состоялась. Были большие сомнения до последнего момента, что она просто состоится. Ну, мало того, что она состоялась, были достигнуты определенные договоренности в плане урегулирования. Причем общее заявление, которое после этого было принято, оно не полностью опубликовано, потому что стороны понимают, что там настолько болезненные вопросы, что это может вызвать такую острую реакцию в обществе и возникновение в Армении, что это будет мешать дальнейшему продвижению переговоров. Переговоры очень сложные. Самое главное, по-моему, достижение, это то, что стороны заявили о том, что они будут воздерживаться от применения военной силы. Но уже дальше, как пойдет вот это вот разгребание наиболее сложных проблем, очевидно, что это самое сложное, это статус Нагорного Карабаха. И второе, это делимитация, демаркация границ, признание территориальной целостности друг другу. Здесь вот, каким образом все это будет происходить, я не ожидаю, что это произойдет очень быстро. Видимо, здесь будет переговорный процесс, который займет довольно неподолжительное время. Я хотел бы приветствовать дорогого Альсана Борисовича Крылова, ведущего, одного из ведущих на протяжении двух десятилетних специалистов по Кавказу и по Армении в Москве. Очень рад возможности посидеть с вами в одной передаче и поговорить. Спасибо Заруи Айкаре Пабуханя за приглашение, любезное приглашение принять участие в этой передаче. Хочу сказать следующее. А что, мы до этой встречи не знали, что Азербайджан не согласен с наличием, с существованием вообще вопроса Нагорного Карабаха? А что, мы не знали до этой встречи, что делимитация и демаркация границ, это очень болезненный вопрос, и он так или иначе будет задевать сторона, потому что он должен был быть решен, по идее, 30 лет назад на протяжении ряда лет, а мы сейчас после войны 20-го года, вот еще второй год, не вступили во второй год. Поэтому ожидания были скептические, и тем более наличие двух проектов известных, так называемый русский проект и западный проект, американский, и все общество было разделено на части по тому, как они относятся к этому. И к обеим предложениям были претензии у общества армянского, и армянское общество, конечно, страдает от того, что недостаточно информировано по вопросу конкретики всех этих переговорных процессов, где бы они ни происходили, будь то в России, будь то в Брюсселе или вообще еще где-то. Поэтому я считаю, что наличие, что мы имеем? Мы имеем заявление по итогам встречи в Сочи. Я считаю, это очень важное настижение. В реальной политике, в реальной обстановке, в которой мы сегодня находимся, уже готовность не стрелять друг в друга, не начинать возобновлять военные действия, постараться решать эти вопросы при последничестве России, это, я считаю, уже хорошо. И правильно, что переговорный процесс именно этим путем идет. Я думаю, что армянскому обществу нужно больше доверять. Вот когда мы все эти 30 лет хотели что-то узнавать, мы смотрели на азербайджанские сайты, и оттуда все время они рассекречивали какие-то информации, и азербайджанское общество было куда больше и лучше информировано о всех этих процессах переговорных всюду, где бы они ни шли, чем армянское общество. И вообще армянские самые долгие годы темы только и занимались, что перепечатывали азербайджанские информации собственными комитетами. Так вот, я думаю, сейчас пришло время, чтобы армянское общество было лучше информировано, чтобы армянскому обществу больше доверяли армянские государственные деятели, Политики, партийные, там я не знаю, госы, депутаты, различного рода руководители, которые на международной арене продвигают наши дела, армянские дела, пусть побольше общаются с собственным народом и пусть народ знает где, что, после чего и так далее. Это как общее и последнее, по поводу чего хочу сказать. Хорошо, что сочинская встреча состоялась. Мы все политологи, которые много лет работаем в этом направлении, понимаем, что искушение очень большое. Там выбор, с одной стороны Брюссель, Вашингтон, здесь Сочи. Мы понимаем, что искушение очень большое перебежать к границу и там это самое, в попыхах оставить все как есть и, значит, быстро сменить политическую ориентацию. Так вот, не получится. Быстро сменить политическую ориентацию не получится по тысячу обстоятельств, причин, о которых нужно днями, ночами, неделями и месяцами говорить. Правильное принятое решение поговорить в Сочи, правильное принятое решение поддержать усилия президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина в направлении продвижения мирного процесса на Южном Кавказе. И хорошо, что у нас есть новый такой документ, который не противоречит нашим искорным интересам. Уважаемые эксперты, в связи с тем, что Вы сказали, у меня такой вопрос. Мы знаем, что есть два варианта мирного договора, западный и российский, и два формата ведения переговоров, российский и брюссельский. Как вот эти форматы, они коррелируются между собой? Можно ли сказать, что после сочинской встречи сейчас все-таки больше уже наклон в российскую сторону? Или все-таки вот западный вариант, он как параллельный остается? Как Вы это видите? Ну, на сегодняшний момент имеется действительно... Тут нельзя говорить о договорах, которые предлагает российская сторона и коллективный Запад. Тут скорее можно говорить о подходах. Вот западный подход, он состоит в том, что, во-первых, проблема должна быть решена до конца этого года путем заключения договора о взаимном признании границ между Арменией и Азербайджаном. При этом в западном подходе никаким образом не упоминается ни Карабах, ни российские миротворцы, ни фактор российской военной базы на территории Армении. Поэтому мы приходим к выводу, что если ориентироваться на Запад и идти вот в этом русле, то тогда действительно каким-то образом, может быть, западные державы надавят на руководство Армении и Азербайджана. Да, они подпишут этот договор, но вот это западное последнее, что будет предполагать, что Армения попросит, и Азербайджан тоже попросит российских миротворцев уйти из Карабаха и вывести базу. А дальше уже Армении могут пообещать в обмен на это, скажем, вступление в НАТО, вступление в Евросоюз или в ассоциированные члены. В общем, какие-нибудь такие очень привлекательные для определенной части общества обещания, потому что цивилизованный Запад, как-то в отличие от лапотной России, у многих именно эти образы сейчас в головах. И, в общем-то, это достаточно большая часть населения, особенно в молодежной среде. Понятно, что Запад для них очень привлекателен. Вот российский подход состоит в другом. Он состоит в том, что статус Карабаха действительно в современных условиях после вот этой войны 44-дневной. Вот если мы поднимаем статус Карабаха, мы просто прекращаем мирные переговоры. Азербайджан тут настроен категорически. Поэтому мы первое, что делаем, это откладываем проблему статуса Нагорного Карабаха как проблему сейчас, нерешаемую на будущее, но при этом даем четкую гарантию безопасности армянского населения Карабаха в той зоне, которую сейчас контролируют российские миротворцы. Вот и второе, что действительно стороны признают границы друг друга, территориальную целостность, но при этом Россия еще и гарантирует то, что будет проведена делимитация, демаркация границ по картам Генерального Штаба. У западных держав никаких карт нету и каким образом они представляют себе вот этот процесс вообще непонятно. Вот так что здесь вот два подхода, собственно дело армянского руководства и армянского общества выбирать, каким путем следовать. Хорошо было бы, как в Минской группе, сочетать и использовать и западные ресурсы влияния, и российские ресурсы влияния. Но учитывая нынешний острый конфликт России с коллективным западом, в общем, у нас тут, к сожалению, наблюдается, во-первых, развал Минской группы фактически, а во-вторых, то, что наладить какое-то взаимодействие вряд ли удастся в ближайшей перспективе исторической, а то и в более отдаленной. Вот и, собственно, вся политика Запада направлена на то, чтобы ограничивать зону влияния и вообще влияния России в мире, но и в том числе на Кавказе. Поэтому, собственно, и цель этой политики состоит в том, чтобы убрать российские войска из региона, но при этом то, что будет дальше происходить, большой вопрос. Потому что, каким образом будет поддерживаться стабильность, и каким образом при таком развитии ситуации не допустить вспышки военных действий и всеобщей анархии, я не совсем понимаю. Ну, видимо, у западных политиков это не самая важная проблема. Для них важнее сдерживать и обуздывать Россию. С вашего позволения. Я так понимаю, что по двум вопросам есть некоторые противоречия, а они не совпадают. В целом, конечно, логика, философия постконфликтного урегулирования общая, и как для Запада, так и для России. В целом, оба предложения думают в одном направлении, и здесь совершенно очевидно, что международное сообщество имеет вот эти обозначенные ожидания от этого конфликта, которые мы поставили в основу регулирования. Это первое. Второе. Есть очень сильная конкуренция на Южном Кавказе между коллективным Западом, Европейским Союзом и США с одной стороны, и Россией с другой. Я так понимаю, что ставя целью везде обуздать Россию, везде ограничить ее возможности, отодвинуть российское присутствие, это генеральная задача Запада, и она будет продвигать эту задачу, какими только методами это возможно. И в данном случае подвернулся механизм, договор об урегулировании постконфликтной ситуации после 44-дневной войны. Что говорит Россия? Россия говорит, что вот как 9 ноября решили, 20-го года, ребята, вот будет, значит, путь, который предоставит Армения для начавания Казахстана, и этот пункт будет контролировать российские вооруженные силы. Это в основе, лежит в основе урегулирования. Так вот, Запад говорит, что вместо этого пусть армянские войска проконтролируют этот проход, ну, вроде, конечно, комплимент в адрес нашего суверенитета и независимости. А на самом деле нет, потому что нам хотелось бы напомнить, всю границу Армении и Турции охраняют российские пограничники, всю границу между Арменией и Ираном охраняют российские пограничники, российские военные стоят во всех тех злободневных точках армяно-азербайджанской границы, где возможно ухудшение отношений. И в этой ситуации говорить, вот везде будут российские пограничники, а вот этот отдельный путь нет, мы его отдельно будем смотреть, это же, конечно, смешно. Это потому что это ничтожная малая часть того общего пространства, которое Армения много лет назад и успешно дивидировала российским вооруженным силам, и те, значит, достаточно хорошо, профессионально и умно организовывают на протяжении постсоветских 30 лет. Ну, 28. Вот, второе, статус Нагорного Карабаха. Ну, как можно в этой ситуации говорить о статусе? Развалилась Минская группа, сейчас лишь, если мы сейчас сможем создать такую ситуацию, при которой в лучшие времена Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе будет вновь способна в качестве честного арбитера, значит, взять в свои руки, этот процесс, так мы должны дождаться этого момента. Мы должны держать этот вопрос в готовности до того момента, когда снова будет работать Минская группа. Снова будет ОБСЕ арена, как и предусматривала Организация Объединенных Наций в свое время, в 92-м, 3-м, 4-м годах, когда создавалась Минская группа в ОБСЕ. Поэтому я считаю, что российский вариант, он намного практичнее и намного лучше с позиции традиционной политики отражает современные веяния. Другое дело, что, конечно, сторонникам прозападной ориентации удалось спровоцировать войну за геополитические пристрастия внутри Армении. Вот не было этого десятки лет. Были прозападные деятели, были пророссийские деятели, были националисты, были разного всякого рода политики и так далее. Но не было такого, чтобы Армения стала ареной ожесточенных сражений между прозападными и пророссийскими деятелями. Не было того, чтобы армянские средства массовой информации в такой открытой форме писали против России, писали против пророссийских политических деятелей. Это все новость. И я думаю, что это нехороший сигнал. И всем надо посмотреть, подумать, а правильно ли это в нашей маленькой стране создать такой новый фронт невидимой борьбы, который разделяет наше общество изнутри. И третье, что хотелось бы сказать. Армяно-российское воинское братство – это ценность. Это великая ценность. Ценность проверена двумя стами годами общего проживания на общей цивилизационной пространстве. Мы должны понимать, что ослабевая российский военный контингент в Армении, будь то пограничники, будь то вооруженные силы, мы этим не преподносим хороший подарок их врагам, их недругам. Мы этим просто ослабеваем себя. Мы ослабеваем себя и создаем новые проблемы, которые очень трудно потом будет решить, когда мы поймем, что поступили в свое время неправильно. Поэтому я считаю, что честная задача ученых, историков, людей старшего поколения, опытных бывших государственных деятелей, людей, которые понимают логику политической борьбы и политической деятельности, они должны объяснить среднему и молодому поколению, что безальтернативным было последние 30 лет та политика, которую проводили первый, второй, третий президенты и так далее. Я имею в виду многовекторная внешняя политика. Мы были союзниками России и я очень надеюсь, что хватит здравого смысла и дальше быть ближайшими союзниками Российской Федерации, во всяком случае на Южном Кавказе. Мы были ориентированы на построение Армении современного демократического общества по типу европейской, но никогда не вступали в переговоры по вступлению в НАТО и в ЕС. И это было тоже правильно, и это было тоже оправдано реалиями нашего региона. И я думаю, что хватит ума и в дальнейшем строить наши отношения так, чтобы не ухудшать наши отношения с Россией и, возможно, улучшать наши отношения со всеми остальными, кто хочет с нами иметь дело. Вот все. Спасибо, Арам Геленович. И еще вот такой вопрос. По поводу позиции ОДКБ, интересно ваше мнение, уважаемые эксперты, в связи с тем, что Армения после сентябрьского обострения на армяно-азербайджанской границе обратилась к ОДКБ, и люди ожидали, народ ожидал более активного вмешательства ОДКБ в военную ситуацию, обстановку. И вот позиция ОДКБ в качестве наблюдателя, насколько она оправдана, и вообще ОДКБ как организация, насколько себя проявила правильно, объективно в этой ситуации, на Ваш взгляд? Ну, знаете, действительно, эта тема крайне болезненна воспринимается в Армении. Понятно, что были большие жертвы и бои, достаточно широкомасштабные, и захвачены высоты стратегического значения в окрестностях Джармука. Все это вызывает понятную реакцию в армянском обществе. Ну, здесь надо понимать, что 13 сентября, 14 сентября, и после этого бои прекратились. А, собственно, почему они прекратились? Вот американцы приписали, что это они. Это их заслуга, они повлияли на Азербайджан и так далее. Но, на самом деле, в очередной раз они пытаются приписать себе чужие заслуги. На самом деле, благодаря вот такой вот невидной политике со стороны России, ну, как представителя ОДКБ, ну, здесь Россия проявила свое влияние и путем непубличной дипломатии, кстати, непубличная дипломатия позволила остановить и 44-дневную войну. Там ведь все это было скрыто от публики, все эти переговоры, все эти консультации. Вот и здесь тоже 13-е, 14-е, и после этого бои прекратились. Это наглядно показывает роль России. Действительно, ОДКБ – это организация весьма такая забюрократизированная и с долгим принятием решения на разных уровнях. Это может вызывать недовольство. Но вместе с тем, в этой ситуации, вот когда у России такой острый конфликт, вот непродуманные действия, которые она может предпринять, быстрые какие-то в такой ситуации, они могут привести к столкновению военному не только с Азербайджаном, но и с Турцией. А я думаю, что наши западные конкуренты, они очень хотели бы, чтобы Россия с Турцией схлестнулась именно вот в военном плане. И поэтому здесь то, что Россия проявляет осторожность, не стремится к публичности и стремится избежать таких вот поспешных действий, которые могут осложнить ситуацию в регионе, это заслуживает понимания. Хотя я понимаю, что эмоционально хочется, чтобы быстро все решилось, вот Россия вмешалась, но представить себе, а каким образом в этой ситуации Россия могла действовать быстрее. И что она могла бы сделать? Разбомбить что? Вот просто поднять стратегическую авиацию и разбомбить Баку? Ну это же чушь собачья, понимаете? Тут это была бы катастрофа не только для Азербайджана и России, но и для всего Южно-Кавказского региона. Это была бы большая война. Поэтому тут ожидание тоже надо... Те, кто возмущается, справедливо возмущается вот этой вот медлительностью России, нерешительностью, вот просто самому себе поставить вопрос, а что вот Россия могла бы предпринять? Вот лучше, чем она сделала 13-14 сентября. Она сделала то, что бои прекратились, и после этого начался опять переговорный процесс, с которым мы обсуждали то, что произошла эта встреча в Сочи. Так что здесь не надо ожидать, что все проблемы кто-то чудодейственным образом может решить, в том числе и Россия. Хотя Запад, вот, ну помните Мэтьюбрайза, да, вот это известный деятель, который каждый год говорил одно и то же, что в этом году проблема Карабахская будет решительным образом решена. И потом целый год все средства массовой информации комментировали, а что же имел в виду Мэтьюбрайза, вот, и каким образом это все может быть решено. В следующем году он опять делал свое заявление. Поэтому здесь, вот, конечно, можно ожидать такого, но это вот такая политическая крестоковщина. Я считаю, что вот то, что сейчас настаивают западные наши конкуренты на том, чтобы до конца года, вот, ну, заключить, вот это очередное проявление этой крестоковщины. Это невозможно. Вот, ну, они решают таким образом какие-то свои проблемы. Я по предыдущему вопросу хотел два слова сказать, потому что считаю это очень важно. Я много об этом писал и в армянской, и в русской прессе. Я думаю, что у России больше всех прав и возможностей рекомендовывать, давать советы, консультировать Армению и Азербайджан в процессе демаркации, декомитации границ. Здесь нет секретов, есть карты Генерального штаба, карты, на основе которых в 1921-1923 годах проведены границы между союзными республиками. Эти карты создавались, значит, были еще царскими картами, на которых чертили, значит, границы первый год, второй год существования советского режима. Поэтому у России больше всех возможностей. Теперь как Запад будет, значит, делимитировать границу? Совершенно очевидно. На основе взаимных уступок. Для нее это процесс политико-дипломатического протекания. Значит, будут собираться дипломаты и сказали, вот мы считаем, что вот границы, вот эти полкилометра, вот так будут идти. Как вы считаете? Нет, мы не согласны, значит, так. Ну, пока поговорим. Приедем через неделю и еще поговорим. Это долгий политический процесс, который требует очень серьезных, кропотливой работы и серьезных усилий. И это потребует времени. Очень многих может быть лет. У нас нет столько времени. Наше общество хочет установления мира. Армянское общество, как и любое общество современное в мире, не хочет войны, хочет мира и хочет, чтобы наступил как можно быстрее этот мир. Так вот, для того, чтобы совместить эти российские возможности генерального штаба, реального влияния на ситуацию в Армении, реальное влияние на ситуацию в Азербайджане, в Армении, конечно, в большей степени, чем в Азербайджане, и вот, значит, совместить это с какими-то западными возможностями, это очень неплохая перспектива быстрого решения, если так, но это идеал. Но мы сейчас говорим, идеальный вариант. Могут случиться, и поэтому самое главное сейчас, я больше верю соглашению, подписанному в Сочи, чем в деятельности любых комиссий, которые будут создавать различные организации. Почему? Потому что эти организации будут бесконечно согласовывать свои позиции со своим начальством, с другим начальством. В общем, это очень долгий, нудный, тяжелый процесс. Я больше верю, что если два президента и один премьер-министр в серии решили не стрелять друг в друга, всегда может найтись деятель, который возьмет телефон и скажет, вот там стреляют. И в оперативном порядке скажут, но ты же подписывал соглашение в Сочи, как же ты стреляешь? И этому документу, я думаю, нужно доверять в большей степени, чем непонятным еще документам, которые будут создавать различные двух-трех многосторонние комиссии, которые могут претендовать на роль арбитра в регионе. Вот так. И еще вот такой вот последний вопрос. Буквально недавно несколько проармянских деятелей российских были включены в списки нежелательных лиц, которые нежелательны на территории Республики Армении. Это господин Затулин, большой друг армянского народа и Маргарита Симоньян, всем известная. Что за процессы, что за такие недружественные шаги, и ваше мнение в связи с... Спасибо большое. Я хочу сказать, Александр Борисович Крылов прекрасно знает всех. Я всех не знаю. Я знаю только Затулин Константинович, он мой друг, он мой старший товарищ. Я создавал филиал его института страны СНГ в 2005 году и передал его нашему выдающемуся политологу, талантливому молодому другу Александру Маргарлу, профессору. И он все эти 17 лет работает с этим институтом и прекрасно работает. Так вот, я вам честно говорю, и не лукавя, если бы я знал, что так отдалились позиции Константина Федоровича с нынешней властью, я бы нашел способ и возможности стать посредником, мобилизовать какие-то ресурсы в Москве, мобилизовать какие-то ресурсы в Ереване и свести Затулин с новой властью с тем, чтобы не допустить этой ошибки. Екскан говорил, это нам навычагано, и повторяю сейчас, Азербайджан и Турция никогда бы не превратили сотрудничество с таким лоббистом, такого качества, как Константин Федорович Затулин. Затулин – великий друг армянского народа, он был им, он есть им, надеюсь, он им будет, и было бы, это очень большая роскошь, отказаться от услуг деятеля такого масштаба. Что касается остальных, я понимаю, что власть, ну, конечно, любой власти не нравится, когда в ее адрес, вот, значит, говорят, и я могу многое понять, но я хочу сказать, а не проще ли просто политическим силам в Армении наконец попытаться встать на путь такого диалога, который бы упростил и делал бы ненужным такие выпады снаружи, с третьих стран, с четвертых стран, с разных стран, и создать условия внутри Армении, которые могли бы быть основой национального объединения, согласования каких-то позиций, смягчения каких-то подходов друг к другу. Я думаю, что армянское общество натерпелось, и оно ждет такого момента. Я жду, что армянское общество очень приветствовало бы сближение позиций основных политических сил в таких тяжелых, трудных вопросах, как вопрос будущего Нагорного Карабаха, вопрос юридальной целостности и суверенитета Армении, вопрос мира и гражданского согласия внутри армянского общества. Вот все, что я хотел сказать. Пожалуйста, Асимон. Можно сказать одно, по-моему, тут самое важное, 5 ноября будет очередной общенациональный митинг в Ереване. Это свидетельство о том, что внутриполитическая ситуация в Армении, она сильно отличается от той ситуации, которая имеет место в Азербайджане. И, кстати, вот в этом противостоянии дипломатическом, то, что азербайджанское общество в такой еще победной эйфории вокруг своего национального лидера и такое консолидированное, вот это усиливает дипломатические позиции Азербайджана на переговорах. И вместе с тем, чем более раздробленная ситуация в политическом плане внутри Армении, тем слабее ее дипломатические позиции. Это ослабляет ее позиции на международной арене. И это крайне негативно влияет. Я считаю, что чем хуже будет ситуация внутри Армении, тем хуже будут и те условия, на которых будет заключен мирный договор с Азербайджаном. Так что здесь, конечно, задача консолидации армянского общества на какой-то основе. Пусть прозападной. Если это объединит... Я говорю, что если, на какой-то основе надо объединиться, пожалуйста, на основе патриотизма, на основе карабахской проблемы, но все-таки вот та степень раздробленности, она должна не нарастать, она должна преодолеваться. И все-таки общество нужно как-то консолидировать политические силы все. Но мы не наблюдаем вот этой консолидации. Пока что тенденция идет в обратном направлении, и это очень печально. И это, кстати, в России вызывает большую обеспокоенность. Вот 27 октября недавно была очередная годовщина трагических событий 1999 года. То есть то, что в Армении может произойти внутриполитический кризис, острый и какие-то драматические события, российское руководство тоже вынуждено учитывать. И здесь вот хотелось бы пожелать, чтобы все-таки вот эта вот раздробленность была преодолена, и армянское общество вернулось вот к той вот степени детства, которая наблюдалась раньше, когда шла борьба за независимость, когда шла борьба за карабах. Вот и сейчас это тоже крайне важно. Спасибо большое за вашу честную позицию, Александр Павлович. Вы всегда были другом армянского народа, и мне очень меня импонирует, что вы вот именно с таких позиций смотрите на нашу. Нам нужна консолидация. Нам каким-то чудом нужно, чтобы друг друга поняли основные игроки политического пространства. Нам каким-то чудом нужно, чтобы Армения стала более сильной, более могучей, в том плане, чтобы смогла отражать достойно внешние угрозы и вызовы. Вот. И еще я хотела бы попросить вас, Арман Веленович, недавно вышел светсборник, и хотелось бы, чтобы вы рассказали о сборнике, который вот... Книжка, да, наша? Да, да, да. Спасибо большое. Да, да, 29 августа исполнилось 30 лет, значит, с момента установления дипломатических отношений между Российской Федерацией и Республикой Армии. К этому дню Центр российских исследований Ереванского государственного университета издал книгу, книгу, сборник статей ведущих российских и армянских политологов, ученых, экспертов, эта книга, она достойна внимания, потому что в ней не только достаточно объективно расписаны разные страницы российско-армянской истории, но еще и это доброжелательная книга, книга полна любви к братским союзническим отношениям, которые существуют между нашими странами и которые, я очень надеюсь, будут существовать еще много-много лет, несмотря на все, что мы наблюдаем, нехорошего нашего. Особую благодарность хочется выразить Александру Крызлову, доктору исторических наук. Его статья, статья Лепихина Владимир Анатольевича, Юрия Никитина и наши коллеги из МГИМО, статья, они делают журнал «Богаче», эту книжку «Богаче и интереснее». Важно также то, чтобы издали книгу на двух языках, как обычно мы это делаем, на русском и армянском языках, и это мы просто сэкономили время и место. Вместо того, чтобы издать по 500 штук русский, по 500 штук на армянском языке, мы все это ввели в одну книгу. Еще хочется сказать, что 24-26 июня в Бишкеке, столице республики Кыргызстан, прошла международная 19-я книжная выставка-ярмарка, которая называется «Искусство книги». И так вот на этой выставке номинации «Согружество» первую премию получили наши издания, как раз и в том числе издания, о которых мы сейчас говорим. Эту премию вручили в Москве во время международной книжной выставки ВДНХ, которая прошла в начале сентября этого года. Наше посольство получило, привезло, и Министерство культуры, значит, нашим издателям вручили вот все эти награды, в том числе и диплом первой степени. Это хорошее достижение. Кто бы ни говорил, что бы ни говорили. Кто-то скажет, что там недостаточно научный уровень, кто-то скажет, что он недостаточно объективен, потому что субъективен, я не знаю, что еще там могут сказать. Это не важно. Важно то, что книжка издана, она на расклад. Много экземпляров мы ее раздали по всем учебным заведениям, высшим учебным заведениям, по многим партиям, по многим, значит, средствам массовой информации. Эта книга у нас на исходе, мы немножко сэкономили, потому что ожидаем высокого уровня визиты в Армению, и хотим презентовать вот эту часть к этим визитам, которые будут иметь судьбоносное значение для Республики Армения. Вот все, что я хотел сказать. Спасибо. Пользуясь случаем, Арам Веленович, мы еще давно вам должны были это вручить, грамоту от газеты Ильявунг, как армянского деятеля, который внес большой вклад в развитие армяно-российских отношений. Это за 2021 год. Спасибо большое. Александр Борисович, я уверена, что в этом году мы включим также номинацию «Российские деятели», которые внесли большой вклад, и в следующем году мы вас тоже обязательно отметим. Большое вам спасибо, уважаемые эксперты, что нашли время, пришли в нашу студию и за сегодняшнее интересное интервью. Спасибо Александру Борисовичу Крылову за то, что он столько лет не теряет интереса к Республике Армения и к армянскому народу. Спасибо, дорогие друзья. Осталось только продолжить наше общение за круглым столом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова